Работает информационная служба РТВА в студии Сергея Кения. Здравствуйте и сейчас в мире. Это не Чернобыль. Власти Украины поспешили успокоить население после появления сообщения об аварии на Запорожской АЭС. Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Димтишин заверил, что никаких проблем с реакторами нет. Утечек радиации тоже. По его словам ЧП, речь идет о коротком замыкании и произошло на третьем блоке атомной станции в системе выдачи, а не производства электроэнергии. Инцидент на АЭС привел к веерным отключениям электричества. К пятнице власти обещают восстановить энергоснабжение. Работа аварийного блока к этому времени должна возобновиться в полном объеме. На сегодняшней пресс-конференции министр Димтишин также проинформировал население о том, что Украине, вероятно, придется начать импорт российской электроэнергии. Я знаю, что ведутся переговоры по импорту электроэнергии. Я могу с уверенностью сказать, что как минимум в такой сложной ситуации для сбалансирования энергосистемы это нужный шаг, каким бы он ни был политически сложным. Но это шаг нужный. Сочетание падения цен на нефть с западными санкциями, бегством капитала и чередой ошибочных политических решений рискует столкнуть российскую экономику в пропасть, читают наблюдатели. Рубль сегодня обновил исторические минимумы. И это уже второе сильное снижение национальной валюты на этой неделе. В понедельник курс упал так сильно, как никогда не падал со времен кризиса 1998 года. Аналитики отмечают, что это еще не предел. Как долго российская экономика сможет продержаться при таком раскладе, разбирался мой коллега Владимир Уданец. Тот факт, что Москва с трудом реагирует на падение рубля, разрушает миф о непобедимом сильном правителе, неуязвимом к давлению. Это политический шанс, за который должны ухватиться Запад и российские демократы, полагает влиятельное американское издание Wall Street Journal. Финансовые аналитики отмечают, мы наблюдаем идеальный шторм и подчеркивают, ситуация намного хуже, чем говорит Кремль. Спад может составить до 6%. По мнению экспертов, Владимир Путин совершил все экономические ошибки, описанные в книгах. Понятно, что информация, предназначенная для широкой публики, фильтруется, но на рынках уже запущены соответствующие механизмы. Они пытаются предсказать, что будет происходить в ближайшие 6-9 месяцев или около того. И эти перспективы могут быть достаточно болезненны, особенно если политическая ситуация не улучшится. Резервы российского Центробанка составляли 420 миллиардов долларов, но всего за год они уменьшились на 100 миллиардов с лишним. И в будущем году, вероятно, оскудеют на похожую сумму, уверяют аналитики. И предупреждают, ожидать вмешательства главного монетарного органа страны в удержание курса рубля уже не приходится. Центральный банк совершил какие-то интервенции на рынке, чтобы остановить резкое снижение рубля. Но если говорить о полномасштабных интервенциях, сейчас абсолютно точно ясно, что Центральный банк не готов расходовать резервы. А значит, таких интервенций, которые мы видели в начале этого года и по осени, мы больше не увидим. Впрочем, большинство экспертов все же склоняются к тому, что российская экономика хоть и переживает стагнацию, но определенно не схлопывается. Страна, учитывая ее ресурсы, может выдержать годы рецессии, что не мешает ей содрогаться от комплексного воздействия резкого падения цен на нефть и международных санкций, пишет Лос-Анджелес Таймс. Газета возлагает вину за происходящее на агрессивную внешнюю политику России, прежде всего на ее вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины. Санкции вкупе с падением цен на нефть оказались для России более серьезным вызовом, чем ожидалось. Самый тяжелый удар пришелся по людям с низкими доходами, которые тратят большую часть своего семейного бюджета на еду. Примерно 35% самых дешевых продуктов питания Россия импортировала из Западной Европы. Экономисты предостерегают, в ближайшем будущем российские банки могут охватить паника, поскольку толпы простых людей, у которых есть валютные счета, начнут снимать свои долларовые сбережения. Между тем, Вашингтон-Пост с удовлетворением отмечает падение цен на углеводороды на руку США. Сотни миллионов долларов утекают из карманов экспортеров и нефтяных компаний, вливаются в экономики Европы и Японии, а также в бумажники рядовых американцев. Таким образом, может произойти одна из крупнейших в истории передач богатства, которая изменит все. От ситуации на переговорах по иранской ядерной программе до курса Федеральной резервной системы США, а также омолодит американскую экономику, чего нельзя сказать о российской. Владимир Унанянц, RTVI. На разгром халифата уйдут годы. В спешке сформированная международная коалиция по борьбе с группировкой «Исламское государство» испытывает дефицит оптимизма, но зато полна решимости. Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась первая встреча на высоком министерском уровне 60 членов возглавляемого Соединенными Штатами Альянса. Выступая на конференции, глава американского госдепа Джон Кэрри заявил, что «Исламский халифат представляет опасность интересам и ценностям каждой из стран коалиции. Эта группировка – враг всего мирового сообщества». Впрочем, по его же словам, кампания против джихадистов уже приносит свои плоды. Я напомню, США и их союзники наносят воздушные удары по позициям боевиков в Сирии и Ираке. «Мы будем участвовать в этой кампании столько, сколько потребуется. У наших стран разная география, история и культура, но всех нас объединяет общая угроза. Уже сейчас наши усилия оказывают значительное влияние. Два месяца авиаударов снизили число лидеров исламского государства и сократили их логистические возможности и боеспособность. Ни одно крупное подразделение теперь не может наступать без страха, что с неба на них что-то может упасть». Израильский парламент сам распускается. Соответствующий закон сегодня в предварительном чтении принял Кнессет. За проголосовали 84 из 120 депутатов. Один воздержался. Против не высказался никто. Завтра закон будут утверждать в первом чтении. А второе и третье чтения должны состояться в понедельник. Сегодня же парламент назначил и досрочные выборы. Они пройдут 17 марта будущего года. Провести внеочередное голосование придется в связи с кризисом в правительстве Израиля. Из-за политических разногласий внутри правящей коалиции премьер-министр Бениамин Итаньягу отправил в отставку двух министров главу Минфина Яйра Лапида и министра юстиции Цепи Ливни. «Вопрос предстоящих выборов один. Кто возглавит страну на пути трудности в сфере безопасности, экономических и региональных проблем? Нам потребуется большая опытная правящая партия. Ликут – единственное, что приходит на ум». На этом у меня все о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова